Всем привет! Сегодня смотрим на новинку. Это штатив от компании Blitzwolf. Пришел штатив с магазина Banggood и, несмотря на потрепанную упаковку, сам штатив в прекрасном состоянии. Давайте на него посмотрим поближе. Так как штатив универсальный, комплект очень богатый. В комплекте традиционно получаем инструкцию, но, к сожалению, русского языка здесь нет. Зато есть множество других языков, в том числе и английский. Так что, я думаю, большинство людей разберется, что к чему. И первый аксессуар, на который мы посмотрим, это крепление для смартфона. Первое впечатление, конечно же, он сделан очень качественно. Пластик толстый и, я был сильно удивлен, сюда установили силиконовое кольцо. Я сначала не совсем понял для чего, а потом разобрался. Оказывается, это для того, чтобы даже в случае излишне сильного прижима вы не повредили крепление. Но и дополнительно, возможно, это гасит небольшие вибрации. Такого я раньше нигде не видел. Кстати, прижим сильный, крепление очень устойчивое, а все резиновые места, которые должны обеспечивать жесткость крепления смартфона, здесь действительно сделаны из качественной резины. Ну и, помимо всего прочего, проходка традиционно, которая позволяет вашему смартфону не царапаться при длительной эксплуатации и каким-то мелким песчинкам, пылинкам и так далее. Механизм затяжки сильный, мощный. Крепление вызвало только приятные эмоции. Креплением я крайне доволен. Также есть болт крепления и само крепление для установки экшн-камеры. Ну и на пульт посмотрим чуть попозже. Крепление здесь традиционное для экшн-камеры. Такие крепления служат десятилетиями, ничего с ними не произойдет. А вот наличие пульта, причем непростого, меня сильно порадовало. Почему? Потому что пульт здесь идет, во-первых, сразу с батарейкой. Во-вторых, у него есть функция включения-выключения. А батарейка здесь используется CR2032. Это батарейка распространенная, так что если вдруг она у вас сядет, вы всегда сможете ее найти в ближайшем магазине. Это здорово. А вот кнопка включения-выключения позволит пульту не разряжаться, когда вы, например, длительное время им не пользуетесь. Это здорово. Есть сигнализация с синим светодиодом о том, что происходит спаривание со смартфоном. Ну что ж, давайте посмотрим на сам штатив. Упакован он очень хорошо в пупырку. Первое, что бросилось в глаза, ну и на ощупь, это то, что он сделан полностью из металла. Это дает прочность и надежность на будущее. Даже если будут какие-то механические воздействия, я думаю, что будет служить он очень долго. А пластиковые элементы штатива сделаны из очень толстого и прочного пластика. Барашек зажима, который как раз таки регулирует положение ног штатива, сделан из качественного толстого пластика и металлического болта. Здесь никаких слабых мест, но небольшое слабое место, ну или неудобство конструкции, я о нем расскажу чуть попозже, когда этот узел будем рассматривать ближе. Фиксаторы также сделаны из толстого мощного пластика и очень сильно зажимают каждую штангу. Очень необычные впечатления производит то, когда ты его раскладываешь. Потому что такое ощущение, что он может раскладываться бесконечно. А секрет здесь прост. Дело в том, что здесь 42 сантиметра он имеет в сложенном состоянии, а в разложенном целых 160 сантиметров. То есть это самый высокий компактный штатив, который сейчас есть на рынке, при этом универсальный. Обратите внимание, на него можно вешать не только смартфон, но и конечно же камеры. Причем он будет держать даже очень тяжелые камеры, за счет того, что у него правильная продуманная конструкция. Головка крепления имеет фиксатор, тоже сделанный из толстого мощного пластика, ну и конечно же трещотки, которая позволит зафиксировать головку в нужном положении. Также красуется логотип Blitzwolf, куда же без него. Затяжка происходит барашком, очень удобно и выполнен он тоже из качественных материалов. То же самое относится и к затяжке фотоаппарата или видеокамеры, которую вы будете устанавливать. Крепление сделано очень качественно. К тому же площадка соприкосновения полностью прорезинена и имеет большой масштаб, что позволит любой камере уверенно себя ощущать на голове. Противоскользящие насадки выполнены очень необычно. Я не сразу понял, в чем здесь секрет. Опять оказывается, этот штатив благодаря им и их вот такой форме устойчив на любом раскрытии ножек. На максимальном раскрытии, либо на ограниченном. Ну и на промежуточных в том числе. Фиксируется штатив очень хорошо, он очень устойчивый и я думаю, что даже такой достаточно сильный ветер он выдержит. Хотя на улице я его еще не тестировал. Складная конструкция работает идеально, плавно. И вот зажим барашком, о котором я говорил чуть ранее, в нем есть небольшой секрет. Дело в том, что он фактически прижимает пластиковый элемент к центральной штанге. И вот здесь, ну немножко, как мне кажется, они намудрили. Надо было сделать какую-то другую конструкцию, я не знаю, правда, какую, но более надежную. Дело в том, что мне кажется, что вот эта пластиковая штука, там такой язычок используется, он может сломаться от сильного прижима вот этим болтом. Может быть я ошибаюсь, но пока что эта конструкция является, наверное, самым слабым местом, которое я нашел в этом штативе. А уж поверьте, я его с ног до головы проверил, протестировал и он внушает доверие. Крепление для смартфона здесь тоже непростое. Дело в том, что у него помимо основной резьбы, которая нужна для того, чтобы установить его на голову штатива, есть еще дополнительная резьба сверху. Это нужно для того, чтобы можно было нацепить либо еще один смартфон, либо какой-то микрофон, либо даже источник света. И такая продуманность конструкции просто поражает. Производство это копейки, но как здорово, что эта штука все-таки есть. Это большая редкость. Для теста при распаковке я использовал смартфон Xiaomi Mi 9. Это достаточно большой смартфон. Он отлично сюда встал. Но обратите внимание, что язычок нижний оттягивается вниз. Если поменять его положение, то сюда можно установить гораздо более крупный смартфон. Но тогда крепление для дополнительного источника света или микрофона окажется внизу. Более крупный смартфон, который я использовал, это Xiaomi Redmi Note 9T. Он сюда встал как родной, как будто бы для него делали этот штатив. Притом обратите внимание, что оба смартфона я использовал в чехле. И в случае с Xiaomi Redmi Note 9T запас просто колоссальный. То есть сюда можно установить любой смартфон, любой диагонали. Ну и настало время тестирования пульта. Включаем его. Светодиод загорается синим. Начинает моргать. Находим в списке Bluetooth устройств. Устройство с названием BWS-TB1. Подключение происходит просто моментально. И определяется данное устройство как клавиатура. Включаем камеру. Ну понятно, что кнопка работает. Работает прекрасно. Но вот будет ли запускаться видео? Да, видео запускается и останавливается. И это тоже огромный плюс данной кнопки. Потому что часто такие кнопки с Алиэкспресса, они не запускают видео. Они могут только фоткать. Но сразу говорю, что проверял я на смартфоне Xiaomi. То есть на операционной системе MIUI. Ну что ж, если подвести итог, то этот штатив я использую уже практически 2 недели. И также я на него устанавливал помимо смартфонов и камеры. Камеры он держит превосходно. Причем любые, с любыми объективами. Так что этот штатив на данный момент я считаю одним из самых интересных и крутых инструментов для любительской съемки. И даже для профессиональной. Это очень мобильный, компактный, высококачественный инструмент. Что меня конечно же порадовало. Ну еще хотелось бы сказать, что помимо всего прочего у него шикарная цена. Всего лишь 30 долларов он стоит на Banggood. Кому интересно, ссылку я на него оставлю в описании. Если вдруг вы живете в Приднестровье, вы можете купить этот штатив у нас в барахолке. Ссылки найдете в группе ВКонтакте. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все ссылки как всегда в описании. И в том числе ссылки на кэшбэк, чтобы вы могли сэкономить при покупке. Хорошего всем настроения. Пока.